Новый год, новый Call of Duty. Многие не знали, что ожидать от этой серии. Ну и понятное дело, после очень успешной коммерческой игры Call of Duty Ghost, многие усомнились в перспективе этой игры. Но если это новый Call of Duty, понятное дело, его нужно было оценить своими руками. Первое, что я заметил, это нехилый размерчик, так в 45 гигабайт. А потом, именно то, чего все так долго ждали. Новый движок. Но его нельзя назвать новой, а скорее модифицированной от третьего Quake. Может быть, никой я не помню. Но смысл остается такой, что именно с этим движком Call of Duty выглядит как совершенно новая. Первое, что мне попало в глаза, это игра актеров. Здесь она просто потрясающая. Игру сделали очень живой. Теперь каждый персонаж занят какими-то своими делами. Ему нужно куда-то пойти. Также в начале игры можно наблюдать сцену, где люди дерутся на рынке, которые постоянно очень классно и завораживающе. Но от слетаков не скрыть то, что все фишечки скоперны из Titanfall. Я имею ввиду механика стрельбы, способности костюмов и так далее. Если вы бросили играть в серию Call of Duty с Modern Warfare 2, то вам очень-очень просто нужно сыграть именно в эту часть, потому что она просто классная. Она вам понравится, прям именно как Modern Warfare 2. Если вы любите игры серии Borderlands, то Borderlands The Pre-Sicle, соответственно, вам очень сильно понравится. Действие игры разворачивается между первых и вторых частях игр серии. То, что вам так сильно полюбилось в первых и во вторых частях, точно так же успешно перенеслось и в Pre-Sicle. Особое внимание я обратил на освещение, как мне показалось, здесь оно вышло просто на новый уровень и невозможно не насмотреться. И я говорю о том, что графику подлатали, подтянули и претензий просто никаких быть не может. Место действий, понятное дело, Элпис, Луна Пандоры. Но пейзаж слегка изменится, потому что в этой части нет постапокалипсиса, то есть он еще не произошел. Мы здесь встретим оригинальных персонажей из первой части. Афина, Миша и Вильгельм. Ну и еще какой-то робот. Каждый из перечисленных обладает своими собственными уникальными умениями. Первый мастер ближнего боя и весь полученный урон может возвращать любому противнику. Второй мастер агнестрела и позволит автоматически наводиться на врагов без каких-либо усилий. И Вильгельм специалист тяжелого вооружения. Но здесь он еще, можно сказать, так человек, потому что, как вы помните, во второй части он нам встречается в виде босса, где он полностью роботизирован. Ну и четвертый, как на мой взгляд, самый интересный персонаж, это робот. Его способностью является выбрать рандомный перк от любой ситуации. Вы можете стать невидимым, можете найти там скрытую какую-то, не знаю, локацию и так далее. Как мое мнение, играть одному будет немного все-таки скучновато после предыдущих игр. Но вот в кооперативе с друзьями это самое то. Наверняка каждый играл в третий Far Cry. И если он вам очень сильно понравился, то того же можете ожидать и от четвертой. Игра, понятное дело, не изменилась, но дополнилась новым контентом. Играем мы за какого-то Айджая, который вернулся на родину в Керат, чтобы вернуть на место фраг матери. И тут нас встречает наш главный злодей, наш дядюшка. С одной стороны, не поворачивается язык, называть его сумасшедшим. Со стороны смотрится спокойный, рассудительный человек. К примеру, идет, идет, говорит о чем-нибудь. И тут он берет ручку и хоп, в глаз садил. Таких моментов просто очень много, и это прекрасно смотрится. И понимаем, что это новый уровень безумия. Не обошлось без нескольких концовок. Игру можно пройти за 13 минут. Как это сделать? Очень просто. Просматриваем новое введение, а потом главный злодей уходит. Мы просто идем за 10 минут делать себе чай. Он возвращается. И все, игра пройдена. Но по идее, за это время вы уже спуститесь в подвал, убежите из крепости и будете проходить основную сюжетную линию. И искусственный интеллект стал просто очень крутым. Миссии теперь можно выполнить несколькими способами, что придает определенное разнообразие в геймплее. Мне очень сильно понравилось взаимодействие с предметами. Например, стоит клетка с тиграми, и вы думаете, ага, как же мне пробраться в такую-то точку без шума. Вы берете, ломаете клетку с тиграми, тигры накидываются на ногу и начинают создавать шум и хаос. Но также не забывайте, как я и говорил ранее, искусственный интеллект очень умный. Они могут просто залезть на возвышенность и расстрелять этих тигров. Также вы можете взять и кинуть кусок мяса во врагов, и бежащие животные сбегутся, начнут их пожирать. Но у меня бывало несколько раз то, что я такой сижу, думаю, сейчас я вас всех постреляю со скалы какой-нибудь. К примеру, тот же самый тигр или там, не знаю, какой-нибудь медведь, берет, нападает сзади и убивает меня. Вот так вот. Игра определенно заслужит своего внимания удостоена покупки. Ну, в общем, Синзи демиками спал-спал и думает, нужно-ка запилить очень офигенную игру. А давайте-ка я вам скажу в интервью то, что это будет просто нереально крутой хоррор. И все такие, «Оу, Синзи, создатель Арея, мы же тебя так ждали!» После чего он говорит, «Эта игра будет настолько страшной, то, что вы не сможете даже в нее нормально играть и спать». В итоге, что мы получаем? Выходит игра, первое, до ужаса не оптимизированная. Какие-то полосы, 30 фпс. Ужас, короче. Ну и очень, но просто очень страшная игра. Вы даже не сможете ее запустить, потому что она настолько страшная, вы даже представить себе не можете. Действительно, один страшный, неожиданный момент был, это кажется, в третьей главе, когда подходишь к зеркалу и с ним что-то нужно сделать. И там, короче, скример, вы сказали, то там было страшно и неожиданно, потому что атмосфера никак не давала понять, что сейчас что-то произойдет. Сюжет у этой игры просто отсутствует на 70%. В общем, вы приходите в больницу, потом вы попадаете в гусь событий, и к концу игры, так с 10 главы, вам начинается что-то объяснять, и то не до конца. Но если вы шарите English, то вы будете читать записки и складывать там всякие ниточки, веревочки, и будете более-менее понимать, что здесь происходит. Но, короче, главным злодеем там является какой-то Рубик, у которого съехала крыша, он помешался на каких-то экспериментах, и внутри своей головы создал отдельный мир, который он может полностью контролировать. В ближайшем концу мы узнаем то, что его зовут Рубин, и он начинает пустить просто за то, что убили его сестру, точнее сожгли ее в амбаре, а сожгли за то, что родители-то богатые были, и, в общем, на нищих, так сказать, смотрели не очень хорошо, там скупали все подряд, и их мнение не спрашивали. Потом у малого вообще крыш поехал, начал эксперимент на кошках ставить, на собаках, ну, в общем, все как у другого Рубина, тоже крыш поехал, и ничего хорошего это не закончилось. А если говорить серьезно о геймплее, геймплей здесь довольно-таки неплох. Если играть на режиме вышивший, то вам дается несколько патронов, несколько спичек, и все. Не могу сказать, что противники здесь достаточно тупые, но также здесь можно взаимодействовать с окружающим миром, например, использовать ловушки, которые поставили против нас, заманивать их в определенные тупики, и так далее. Каждый босс, который здесь будет встречаться, это кто-то из семейства Рубика, ну, то есть его родственники. А кто это именно, вы можете узнать из записок, которые вы будете читать. Я думаю, не стоит говорить о том, что в этой игре присутствуют те элементы, которые были до этого в других играх. Они и так будут очень сильно заметны тем, кто в них играл. Если вы любите survival horror, то игра вам придется по вкусу. Всем надоел ассасин, или только мне? Говорить можно об этом бесконечно. В общем, сюжет игры здесь такой, что-то происходит во время французской революции, мы остаемся без своего отца, сироты нас забирает какой-то один чувак, мы втюхиваемся в его дочурку, в общем, там происходит инцест, и все такое подобное. Потом оказывается, то, что она темплиер, а мы ассасин, вот такой неожиданный поворот. Ну и, в общем, сюжет, если говорить по-русски, просто никакую еще любовную линию не раскрыта, уж очень мало для этого подвели времени. Если вы очень сильно любите ассасина, то просто пропустите и этот момент. Что значит добавилось в юнити? А, собственно, ничего, кроме графики нормальных зданий, я имею в виду их высоту, и все. А что мы потеряли? Да очень много. Теперь во время драки мы не можем поменять оружие, не можем просто так сесть за какую-то лавочку, чтобы скрыться от приседения, в итоге нам говорят, братан, у тебя не прокачан этот скилл. Не можем нанять куртизанок, братство и так далее, зато можем погладить собачку. Но что действительно интересно смотреть, так это на Париж и на его детали, потому что здесь проделана огромная работа. Непонятная концовка, побочные задания, которые должны были, по идее, и быть в сюжетной линии. В общем, юнити сделали 50 на 50. Одна часть разработчиков старалась, а другая часть просто делала все на... Ну вы поняли. Кооператив просто никакучий, заданий эксклюзивных просто нет никаких. Все те же самые задания, просто добавлено большее количество противников. Да, и не надо говорить, я и так заметил то, что слова просто, в общем и так далее. Я назвал столько раз, что вы уже должны просто ненавидеть меня. Ну а если серьезно, в юнити играть только в том случае, если вы хотите посмотреть на красивую графику и больше не у нас что играть. Просто-просто. Вы любите качественные шутеры, в которых можно просто пострелять и получить удовольствие? Или хотели бы управлять каким-то крутым роботом? В соло разнести группу из пяти человек? Все это вы можете сделать в Titanfall. От Titanfall можно говорить просто бесконечно, но скажу так, охрененный шутер, который заслуживает своих денег. Здесь вы на свой вкус найдете просто уйму количества оружия, экзапировок, перков и так далее. Особое внимание здесь уделено картам. Также есть маленькие проволочки и большие для сражения с роботом. Ну и просто для того, чтобы их вызвать, если вы набили очень большой стрик. Вы можете принять роль танка, разведчика, штурмовика. И все это можно экзапировать на свою боевую машину или на своего персонажа. Игра жутко динамичная и с хорошим саундтреком. Люди, которые оценивают игровые ОСТ, придется эта игра по душе. От меня просто строжайшая рекомендация. Все помнят печальную игру Алинкун и Ансмарин. Большую надежду на эту игру тоже никто не вылагал. Но после умытого позора все-таки они сделали достойную игру. В первую очередь заметно то, что эту игру делали для фанатов серии фильмов о чужих. Уж больно много контента, по ходу игры вы можете заметить, Сюжет до банальности прост и затянут. Как собственно сама игра. Отправлялись на тот корабль, где облетала наша мамка, чтобы найти следы ее, жевали ли она или нет. Но очень неожиданно оказывается, что этот корабль-станция уже не работает в полноценном нормальном рабочем режиме. Андроиды сошли с ума, везде что-то разрушено, что-то горит. И оказывается, здесь есть какие-то инопланетные организмы. Поначалу, да, будет атмосфера ужаса и интересно будет прятаться от чужого, соблюдать стелс и так далее. Но потом вы заметите то, что все это повторяется и очень сильно затянутся, как я говорил чуть ранее. А после того, как вы найдете огнемет, то все, вам все равно, вы идете на пролом и всех убиваете. Ну и концовка игры, понятное дело, сообщает о том, что Тун-Тун, чувачки, продолжение ждите, скоро выйдет. Особое внимание стоит уделить запискам, при прочтении которых и мы можем узнать какую-то новую информацию или отсылки к фильму. Если вы очень эмоциональный и впечатлительный человек, то эта игра даже вам покажется слишком жуткой. Но от меня зеленый цвет играть можно. Ну и наконец, в свет вышел Dragon Age Inquisition. Разработку Inquisition начали в 2011 году. Об этом разработчики сообщили то ли в фейсбуке, то ли в твиттере, не помню точно. Или в 2011, так суть не в этом. Если вы полюбили первую часть, но возненавидели вторую, то эта игра определенно для вас. О сюжете можно догадаться, надвигаются новые угрозы и ее нужно остановить. Здесь мы встретим своих старых знакомых и если вы сделаете порт своих сохранений, то будет вообще очень чудесно определенную сюжетную линию уже построиться заранее. Я имею ввиду персонажи и диалоги с ними. И мы будем управлять инквизицией. Единственное, что меня сильно разочаровал, это количество доспехов и оружий. Их здесь, как показалось мне, очень мало и просто скупились на их создание. поиграть в сетевые режимы, но если вы задротые любите однотипность, то пожалуйста, you are welcome. Но так, ну, на пару месяцов затянет, но не больше. Иными словами, перед нами тот самый Dragon Age, который мы все так сильно любили. после первого своего провального проекта The Guardian of the Light, не помню, как точно называется, эту игру уже стала разрабатывать компания Crystal Dynamics, та, что выпустила три крутых игры. но это многим она не понравилась. Мне, как оказалось, в кооперативчике с друзьями пройти-то ее можно. Но если о сюжете говорить, то там все очень просто. Мы с каким-то археологом пытаемся на переданке найти определенную локацию, вернее, не локацию, а гробницу. И в общем, мы освобождаем какого-то злобного чувачка, которого нужно победить. А этот злобный чувачок в свое время убил своего брата, ее жену, заточил куда-то. Но в этот момент она нашла какой-то чудесный посох, благодаря которому она временно воскресила своего мужа, успели замутить себе киндер-сюрпризы, и после чего этот киндер-сюрприз рассказывает Ларке, что нужно сделать и как победить эту злобную духу. Ну и мы всю игру будем бегать и собирать части Осириса, который разбросан по всей игре. По всей игре, я имею в виду по всем локациям, потому что, ну блять, их слишком много сделали. Бегаешь из одной в другую, из одной в другую, убиваешь боссов и так далее. И в итоге получаешь одну какую-то маленькую часть или вообще оружие. Я говорю о том, что эти локации разделены, то есть есть основные и не основные, и вот вторых очень много, и мне кажется, что это только минус, потому что их реально очень много. Но если играть в кооперативе, то это будет гораздо проще. Кстати говоря, о кооперативе. Играть в кооперативе гораздо круче, потому что если ты играешь один, то у тебя есть все доступные возможности, а там есть 4 персонажа, у этих 4 персонажа есть свои способности. Вру, у троих кажется, только есть свои способности, и каждый из них что-то может. То есть два человека и два бога. Но если вы играете в кооперативе, то нужно соблюдать такую связку человек и бог, потому что бог выполняет все необходимые функции, то есть он может активировать какую-то руму, какой-то проход. Если вы играете в ДМ, то вам будет это сделать значительно сложнее, или вы вообще никак не пройдете дальше. Игра жутко динамичная, но есть один минус, потому что кооператив здесь дырявый, в том плане, то что сетевой режим никак не налажен. Поэтому, если вы обладаете плохим интернетом, то вас может носить по всей карте, вы будете телепортироваться из одной точки в другую, телепортироваться не в плане пинга, а в прямом смысле телепортироваться. К примеру, вы стоите в начале карты, а хоп, уже в конце карты стыдить, а ваш друг «Эй, бракюнь, ты где? Я пройти дальше не могу». Вот такие вот неприятные вещи. Также из нововведения являются омлеты, которые дают вам дополнительное здоровье, скорость передвижения, скорость выстрелов, разброс выстрелов и так далее. Но это то, они работают в определенное время, то есть ночь или день и в определенную погоду. Все это можно сделать в специальной комнате, в которой мы найдем по ходу прохождения самой игры, то есть сюжетной диньи. Кстати, если вы захотите поиграть в кооперативе, то добавляйте в стиле мой ник в источнике, точно такой же, как и, собственно, YouTube-канал. Я видел релиз первого Dark Souls'а, но начал играть где-то год назад, потому что игра меня просто не впечатлила. Но потом, так как я уже все переиграл и все прошел, думаю, ладно, единственная игра в лавию, которой не выбитощепка, я думаю, надо сыграть. И что же я увидел, игра меня просто-напросто затянула. Да, очень сложно и это понятно, тут осуждать нечего. В среднем я наиграл уже более 700 часов в первом части, а вот во второй пока что 15 часов, потому что я еще не до конца назадротился в первую часть. Я решил пройти там всеми классами, собрать все оружие и так далее. Ну, понятно, это все под разными сохранениями и все такое прочее. Но свое время я уделил и второй части, поиграл в нее на пиратке в первую очередь и сделал вывод то, что она просто охрененная. Да, она стала чуть проще, то есть вы не будете умирать так часто, как вы умирали в первых частях. В первой части вернее, извиняюсь. Во второй части более сложные стали схватки с боссами. Но только более сложные это уже ближе к середине игры, а под конец они более ватными все равно становятся. То есть та идеально работающая формула оставилась только немного изменили, пару вещей. Возлокация здесь точно гораздо больше и интереснее смотрится, нежели в первую часть. Если вы любите хардкор и просто хорошие игры, эта игра по-любому вам понравится. Субтитры создавал DimaTorzok